Вокруг капитального ремонта многоквартирных домов не утихают споры. Далеко не все собственники готовы оплачивать квитанции. Веская причина – печальный опыт работ в первых домах, оказавшихся в лидерах программы. Вся история уже близится к успешному завершению, а областные чиновники обещают, что такого не повторится. Жители одного из домов, впрочем, уверены, если бы не «Антенна-7», ремонт бы продолжился еще несколько недель. В нюансах разбирался Евгений Нифанов. Эта телевизионная история начинается 1 апреля. Жителям дома 17 на Маяковского и дома номер 41 на Полковой не до смеха. Разрекламированный капремонт им только видится. Прежнюю кровлю разобрали еще в прошлом году, а вместо новой – тонкая пленка, а подрядчик кормит обещаниями. Они даже и не говорят, когда. Говорят завтра, на следующей неделе. И вот эта вся история тянется достаточно долго. На сборе во дворе говорят о региональном фонде капитального ремонта недобрыми словами. Ситуацию с домом обсуждают в городе. Стоит ли оплачивать квитанции, если жителей попросту кидают? Перемены наступают после рассказа об этом в эфире телеканала «Антенна-7». Сейчас все вроде как пришло в норму благодаря вашей передаче, которая прошла 1 апреля. Где-то с числа 4 начались активные работы. И сейчас, если можете наблюдать, крыша уже готова. Тут сверху видно все. Действительно, разница есть. Специалистам подрядчика осталось завершить работы на коньке дома. Жаль только потраченных эмоций и месяцев ожидания. Нам объяснили, что в фонде поменялся директор. Один был, потом стал исполнять обязанности другой. Ну и сами понимаете, что на это, наверное, нужно время. То есть новый назначенец, новые подписи, новые печати. Руководство области меняло директоров регионального фонда капремонта не один раз. Но, заботясь о результате, оно оказывало медвежью услугу собственникам. Электронную подпись для каждого нового руководителя фонда, без которой нельзя платить работы, делают не одну неделю. А больших собственных оборотных средств у подрядчиков нет. На дома заходят отнюдь не крупные стройфирмы. Проблемы признают в правительстве. И темпы проведения работы, организации работы, они, может быть, немножко снижены в силу того, что мы понимаем степень ответственности перед собственниками. Поэтому мы хотим максимально законно и эффективно использовать эти денежные средства. Вмешался и экономический кризис. Из-за резкого роста доллара металлургические комбинаты приостановили отгрузку сырья. Тот металл, который используется при капитальном ремонте и заложенный фондом, этот материал, он заказной, и поставщики просто не ожидали столько, такое количество заказов этого материала. Ну и плюс, насколько мне известно от самих поставщиков, что они просто остались без сырья. Поменять один материал на другой оказалось невозможно. Все прописано в договоре. Сталь имеет преимущество перед глиной по нескольким причинам. Современный профнастил дороже традиционного шифера на 30%. Однако он легче, поэтому нагрузка на несущие поверхности меньше. И качественнее получается делать примыкающие поверхности. Такие соединения в результате куда прочнее и надежнее. Им ни почем коррозия. Они более экологичны и безопасны. Что важно, гарантия на все работы – пять лет. Впрочем, пока к компромиссу не придут на земле, работы на крыше принимать не будут. Сегодня во дворе вновь накалилась обстановка. Вы сейчас обеспечите и уехали. А у меня тут вода. И я к кому? Управляющая компания. Управляющая компания делает вам соответствующую разуклонку, чтобы отвезти воду от дома. Сергей Валентинович из квартиры на первом этаже. По его мнению, техническое решение ухудшает жилищные условия. По новым трубам вода побежит в низину перед окнами, а оттуда в подвал. К согласию теперь прийти возможно только с помощью управляющей компании. Евгений Нефанов, Александр Филиппов, Антенна-7.